Всем моим подписчикам и гостям канала Доброе Времени Суток Сегодня вместе с вами мы укоротим и заузим джинсы Данные джинсы покупались в качестве рабочей одежды для наших сотрудников Они шли костюмом Сейчас я вам покажу Вот такая вот модель Клаб китайского пошива Довольно плосный, качественный джинс Можете обратить внимание, кстати, недорогой костюм И хорошие, очень солидно выглядят работники Особенностью данной модели является то, что она пошита свободно очень То есть для худых людей, сотрудников наших, она смотрит, скажем так, не очень Поэтому я ее решил им заузить Те, кто ко мне обратился И кому по росту не подходит, тоже укоротить Будем действовать самым простым методом Не будем там декоративных строчек каких-то делать Просто сделаем как проще, скажем так Поскольку это рабочая все-таки одежда Поэтому и будем действовать наиболее просто Так, начнем Первым делом подгоним рост Вот мы уже опытным путем Не опытным, а практически определили величину Отрисовали линии В длину Что делаем дальше? Поскольку у нас нет у меня оверлок У нас машина простая с двойным передвижением Jack H2 Знаете по моим предыдущим видео Отступаем от нашей линии Ну вот, сделаем все так Плюс-минус на глаз Отступаем два сантиметра Можно два с половиной Я два Проводим линию в сторону края То есть Это будет у нас припуск на Два подворота Раз, линия Так, два, линия Так, все, готово Обрезаем Так, вот Насову Поскольку у нас машина с двойным продвижением Мы особо не волнуемся по поводу шитья толстой ткани Она берет хорошо На нескольких подворотах без проблем Сейчас, ребята Подворачиваем край по минимуму В моем случае это миллиметр 3-4 Прошиваем Нити использую двадцатки Можно десятки Это не критично Главное, чтобы нитка была крепкая Качественная Больше качество нитки зависит Догой результат, чем от толщины Так, шаг ставим на восемь Но оно по факту будет миллиметров шесть Прошиваем Так, можно скорость добавить Моя машина любит плотные ткани Поскольку оно для этого сложен И здесь Слишком ровно можно не шить Итоговое качество будет зависеть от следующего подворота На бытовых машинах лучше так не делать Сколько у меня раньше была бытовая машина На бытовых машинах Штежок получается неаккуратный Потом Здесь Главное надежность То есть Шоу был Должен быть Крепким Так, излишки обрезаем Так, все Прошли Так, ребята Далее делаем второй подворот Второй подворот у нас уже по линии должен быть То есть Вот припуск наш Слаживаем И сейчас уже стараемся Как можно ровнее пройти У меня нитка темно-синяя Под цвет джинс Она, в принципе, для рабочей одежды Это не критично Можно любой Но все-таки Чтобы не портить вещь, как говорится Делаем качественно Я обычно начинаю со шва И делаю закрепку На внутреннем шве Можно немножко со сторонки Начинать Это я напомню Что самый простой способ Я не говорю, что это очень красиво Все, здесь уже держим шов Вот я вот делаю на ширину 1 сантиметр Так и будем шить Скорость даже поставим поменьше Поставим 200 стежков в минуту Все, здесь уже держим Ровный, красивый Сантиметровый шов С подворотом Здесь получается наслоение Но оно не страшно Машина должна пройти без вопроса И прижать еще И уплотнить Заодно и проверим Как она проходит Такие участки Многие собираются покупать Машину И спрашивают Ну вот, ребята Оно прошло Без проблем Скрутилось У меня, если обратили внимание Без склеек в видео Поэтому Никаких огрехов я не вырезаю Все, что делаю, то и показаю вам Я сделал закрепку Смотрите, где На шве На шатверном шве И здесь как бы проблем не было никаких То есть Отлично все берет машина Так Давайте вторую Полшину При желании Можно еще желтой ниткой Потом пройти Даже можно поверху Поверх синий Желтый Не видно будет Давайте вторую сделаем В конце потом Продолжение следует... Продолжение следует... У меня иголка толстоватая Здесь стоит 160 Тут хватило бы 140 до 130 Что-то хочется переставлять мне Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...